Дорогие товарищи, я не оговорился. Я обращаюсь к товарищам в этом зале. А у вас микрофон полностью работает? Я думаю, что их большинство... Ну хотя товарищ можно без микрофона. Я думаю, что замечательный дух рыночного фундаментализма выключает микрофон у тех, кто говорит слово «товарищ», но я его повторю специально. Не можете пользоваться, не умею. Я обращаюсь к тем, кто вместе хочет работать для того, чтобы изменить нашу страну. У меня есть ощущение некоторого дежавю. Я начинал первую сессию первого Московского экономического форума, я завершаю первую сессию третьего форума. Я думаю, что мы идем по спирали. Я начинал эту сессию три года, два года назад, уже три года назад с концепции СССР. Не восстановление советского строя с экономикой дефицита, но использование высших достижений левой мысли. Свободы, справедливости, солидарности и развития. Я начну в качестве пролога с маленькой шутки. Говорят, что такое рост в рыночной экономике. Это когда вы в СССР за 5 тысяч долларов купили хрущевку, прожили в ней 25 лет, она развалилась, но вы ее можете продать за 100 тысяч долларов. У вас здорово вырос доход и здорово выросли активы, при том, что вы живете в той же развалюхе. К сожалению, с нашей экономикой отчасти происходит то же самое, но сегодня я буду говорить не о нас с вами, а о мире. В отличие от социал-консерватора Веллера, в отличие от прагматика Титова, в отличие от социал-демократа Гринберга, я прямо заявляю, что я представляю постсоветскую школу критического марксизма. У нас есть, что предложить людям. Мы можем говорить о глобальной гегемонии капитала, а не просто о турбулентном мире. Посмотрите, недавно мы с Колгановым выпустили книгу «Глобальный капитал». Она была представлена в Кембридже, в Шанхае, в Москве. Это книга о том, что сегодня мир действительно находится во власти формально свободной конкуренции, за которой скрывается манипулирование. Людьми манипулируют. Им объясняют, что если вы выпьете раствор ортофосфорной кислоты, у вас все будет Кока-Кола. Это могут объяснять западные корпорации, это могут объяснять наши корпорации. Людьми манипулируют, объясняя им, что на самом деле рынок сегодня – это тот механизм, который обеспечивает победу самому эффективному. Он обеспечивает победу тому, кто умеет его контролировать, кто сращен с бюрократией. Знаете, как бег в мешках. Побеждает не тот, кто лучше бегает, а тот, кто лучше бегает в мешках. Да, пространство для рынка может быть, и оно есть, но надо понимать, что мы сегодня реально имеем. Сегодня мы имеем глобальный капитал, в том числе наш собственный олигархический капитал, который стал глобальным. И мы имеем раздробленный на три четверти бедный или нищий класс рабочих, значительную часть среднего класса, который используется для того, чтобы обслуживать финансовые спекуляции, куда мечтают пойти самые талантливые выпускники Мехмата. Они мечтают заняться финансовой математикой, обслуживать те спекуляции, о которых говорила Оксана Дмитриева. Мы сегодня имеем чудовищное противоречие бедности и богатства, в том числе в нашей собственной стране. Накануне форума мне позвонил рабочий Балашихинского литейно-механического завода. Им в очередной раз три месяца не платят заработную плату. Вот такая у нас замечательная реиндустриализация. Завод производит уникальные металлы для военно-промышленного комплекса. Я не буду вас утомлять вот этими картинками. Но это не только Африка, это и Россия, да? Вот они, наши замечательные картинки везде. А вот это очень хорошая картинка Латинской Америки. В России так сфотографировать сложно, а там очень красиво. Знаете, как приятно выйти на балкон N-комнатной квартиры и смотреть на трущобы. И чувствовать, ну как же я молодец, хорошо все сделал. Я хочу, чтобы мы ушли вот от таких картинок. Я хочу, чтобы так же, как в Кембридже, где нет ни одной дорогой машины, и где на Роллс-Ройсе ездить стыдно, в нашей стране было стыдно так себя вести. И чтобы во время кризиса не требовали налогоплательщиков раскошелиться и отдать сотни миллиардов долларов на то, чтобы спасти частный финансовый институт. А Беллер говорит, что это Британия, конец империи. Вот я с ним поэтому и не согласен. Я не хочу, чтобы в нашей стране люди гонялись за симулякром, которым является дорогой автомобиль. Я не хочу, чтобы им покупали шмотку за 5000 долларов, потому что к подкладке пришита модная вывеска. Я не хочу, чтобы финансовые деривативы не только в мире, но и у нас правили балл. А сегодня финансовые спекулянты, декабрь это показал, правят баллы в нашей стране. Я не хочу, чтобы у нас было как бы развитие, я вам привел пример с Хрущевка. Для этого есть много авторитетов. Я не хочу, чтобы сегодня политическая демократия превращалась в систему манипулирования. Политотехнологи, что в нашей стране, что в США, сегодня из нас, как быдло электората, производят голоса. А мы идем и послушно голосуем. Меня все время спрашивают, когда президент наконец поймет, что правительство делает не то, что нужно стране, а уверенность, что он не понимает. Меня все время спрашивают, должна ли Россия быть империей. А я думаю, что нет. Я думаю, что наша страна не должна повторять то страшное, что делает сегодня истеблишмент Соединенных Штатов Америки. Я не хочу, чтобы мою и нашу с вами страну ненавидели так, как ненавидят сегодня США во многих государствах мира. Я ненавижу высказывания Александра Третьего, что у России нет других союзников, кроме армии и флота. У меня отец военный, я знаю, что оборона стране нужна. Но у нас были, когда мы в 60-е годы запускали «Гагарин» и «Спутник», создавали блестящие стихи и поэмы, у нас были друзья по всему миру. У нас они есть сейчас, они сидят в нашем зале. Эти друзья из Китая, есть в Латинской Америке, есть в Соединенных Штатах Америки, есть в Европе. И они хотят вместе с нами работать для того, чтобы у нас была другая модель. У нас есть возможность идти вперед. От общества, где мы хотим иметь, к обществу, где мы будем быть, развиваться. Человек не животное. Он не хочет быть сытым, на самом деле, если это человек. И люди были разными. Люди собирались в зале в 10, в 100 раз больше этого и слушали стихи Вознесенского и Евтушенко. Они также слушали стихи Маяковского и Пабло Днеруды в других залах. Это люди, и мы можем их такими формировать. Нам не нужно масс-видийное манипулирование. Слава Богу, здесь есть пресса, слава Богу, есть мы. Нам не нужны симулякры искусства в виде шоу-бизнеса и понарошечных звезд, которые раскручивают для того, чтобы извлекать деньги из них. Я сошлюсь на авторитет не только западных авторитетов, но и женщины, мужем которой я имею честь быть, Людмилой Булавки. Читайте ее работы. Я пойду дальше. Я скажу, что сегодня нам нужно образование для всех, потому что это образование, которое делает нас способными творить новый мир. Сиглиц, Нобелевский лауреат, предложил модель лекарства для всех. Общественный фонд без интеллектуальной частной собственности. Этих возможностей много. И еще один момент. Я думаю, что нам нужны альтернативы не только вашингтонскому консенсусу, но и вместо манипулятивной демократии мы можем и должны получить демократию настоящую, низовую. Такую, как наш экономический форум. Такую, как всемирный социальный форум. Посмотрите на этих людей, на наш зал. Это одна тенденция. Очень часто говорят, я завершаю, очень часто говорят, что гражданское общество это те, кто вышли на Майдан и сломали власть на Украине. Но скажите, если сегодня люди выйдут на Майдан и скажут нет нынешней киевской власти, мы скажем им, вы манипулятивное быдло, или мы им будем аплодировать? Сегодня здесь, в наш зал, пришли люди, которые предлагают механизмы, во многом не совпадающие с тем, что делает правительство. Мы гражданское общество. Мы не кухарки. И, кстати, Ленин говорил, что кухарка не должна управлять государством, но рабочие, инженеры, профессора, ученые, эксперты могут участвовать в этом управлении. Вот мы с вами можем и должны принимать участие в управлении государством. Наш форум должны слушать. И на этом я хочу завершить выступление.